В прошлой серии мы провели уикенд в пансионате Лизи Ви в поселке Гугулету, недалеко от Кейптауна. Если хотите составить представление о жизни в таком месте, вам стоит туда приехать. Если поразмыслить над историей человека как вида, окажется, что люди были кочующими собирателями, обитателями буша и побережья, не сравненно дольше, чем мы живем в домах или имеем водопровод. Если что-то брызгается, пищит или дышит, оно неизбежно окажется на углях и превратится в отличное блюдо. И лишь за последние несколько веков мы утратили знания, делавшие нас самыми успешными охотниками и собирателями, гастрономическими королями и королевами планеты. Я Джастин Банелло, это «Приготовлено в Африке». Приготовлено в Африке. Итак, это утро последней серии нашего второго сезона. Сейчас я стою на вершине «Голова льва», а позади меня находится место съемок нашей последней серии «Остров Роббен». Если вы готовы, мы сейчас спустимся с холма и сядем на паром. Мы хотим разделить с вами необыкновенные впечатления. Субтитры создавал DimaTorzok Если считать по прямой линии, остров Роббен находится всего в нескольких километрах от материка. Поездка на пароме занимает не больше получаса, но, что удивительно, оказавшись на острове, вы видите Кейптаун совсем под другим углом. Гавань острова Роббен Если вы едете на остров Роббен как турист, вам будет достаточно рюкзака и бутылки воды. Но нам нужно все это. Даррен пошел договариваться насчет транспорта, который будет возить наши вещи по острову, ибо нам мало туристического маршрута. Три часа экскурсии и на паром. Мы останемся на весь день, а возможно и на уикенд. Особняк управляющего Это Санделе Он звезда телесериала Он наш представитель на острове Роббен, посредний, который все организует. Он договорился, чтобы нам позволили остановиться в старом доме английского управляющего. Возьмите ключи. У вас пятый номер. У вас второй. Как можно выбирать номер? Вы просто раздаете ключи, а если мне не понравится вид из окна? В недавнем прошлом остров Роббен использовался властями для изоляции политических заключенных. В их числе был экс-президент Нельсон Манделла, известный как Мадиба. Я очень рад, что смогу показать вам остров Роббен с такого необычного ракурса. Узников острова Роббен держали впроголодь, так что они часто пытались разнообразить свой рацион дарами природы. Это было очень опасно. Если бы заключенных поймала охрана, их ждали бы серьезные проблемы. Остров Роббен является объектом всемирного наследия, и я не могу развести здесь костер обычным способом. Поэтому я приготовлю кое-что очень простое. Три компонента, огонь, морская вода и омары. Нам осталось только бросить этих омаров на угли, и все. На самом деле мне нужно принести только одну вещь, немного морской воды. Омары приготовятся прямо здесь. Если подойдешь чуть ближе, увидишь, что омары уже начали менять цвет. Видишь? Заглянув внутрь, ты увидишь, что мясо из просвечивающего стало матово-белым. Значит, они готовы. Ты посмотри. Омары готовы. Отлично. Морской таракан. Никогда еще не пробовал таких сочных. Так сочных. Всегда приятно проснуться поутру и полюбоваться рассветом. Но проснуться на острове Робен и увидеть, как восходит солнце, это нечто особенное. Итак, сегодня на завтраке я приготовлю запеканку. Заключенные на острове Робен никогда не ели ничего подобного. По утрам им давали по 170 граммов каши. Это меньше чашки. Обратите внимание на это меню. Различия диет B и C. B цветные, азиаты. 170 граммов кукурузной каши на завтрак. Хлеб 110 граммов на обед. 110 граммов на ужин. Жир 30 граммов в день на человека. Получая такое питание, узники эпохи апартеида должны были выполнять тяжелую физическую работу. Это была еще одна тщетная попытка сломить человеческий дух. Эта запеканка очень проста. Сначала нужно пожарить колбаски. Гарта у нас специалист. Гарта повысили до шеф-повара ресторана. Когда я с ним познакомился, он был лаки, то есть поваренок. А потом его повысили до су-шефа. Налей масло. Первый этап приготовления запеканки. Мне надо пожарить 2 килограмма таких колбасок. Это мясо халяль. Это значит, что оно не контактировало со свининой, а животное было убито гуманным методом. Думаю, я займусь остальным. Итак, здесь 24 яйца. 2 килограмма колбасок, предварительно нарезанная буханка хлеба, 500 миллилитров сливок и литр молока. Ну что, начнем разбивать? Добавим немного... Где венчик? Что? Добавим черный перец, пару щепоток соли, молден и горчичный порошок. Яйца не обязательно взбивать в крепкую пену, достаточно смешать желток с белком до однородности. Через пару секунд я налью сливки. В своей книге «Долгий путь к свободе» наш экс-президент Маделла пишет, что диета на острове Робен была сбалансированной. Она балансировала между невкусным и несъедобным. Наливаем сливки. Знаете, что случается с шеф-поварами? Большинство из них – алкоголики или наркоманы. Поэтому я просто повар. Среди поваров это тоже обычная вещь. У них постоянное похмелье. Думаю, это потому, что они готовят допоздна, а потом хотят себя чем-то занять. Ты не знаешь, что делать, и в конечном итоге идешь чего-нибудь выпить. Думаю, это почти готово. Теперь мне нужен бекон. Наши колбаски поджарились, теперь пусть остынут. Я выключил плитку. Гарт, мне нужно, чтобы ты нарезал чеснок. Можешь взять мой нож. Сначала нужно вылить треть смеси в эту форму. Просто наливаем смесь из яиц, сливок и специй. Выкладываем кусочки хлеба. Если хочешь, можешь очистить колбаски, а мне нравится и так. Выложи слой колбасок поверх хлеба. Я нарежу чеснок, а ты выкладывай колбаски. Почти готово. Остался еще один. Пусть запекается в течение 15-20 минут, потом я натру сверху сыра, поставлю под гриль, и можно будет завтракать. Чуть позднее. Возьми карри. Больше открывать не будем. Еще пять минут, и завтрак готов. Это неприятно, да? Пусть запекается в течение 15-20 минут. Мы идем на экскурсию в тюрьму с Патриком Матанджене, который в течение 20 лет был заключенным на острове Робен. Он сидел здесь дольше, чем Нельсон Манделла. На острове Робен был узником 18 лет, а всего 27. Это очень интересно. У нас есть возможность получить информацию из первых рук от того, кто жил на острове. Это моя камера, куда я попал по прибытии в тюрьму. Сначала меня определили в другую секцию, а потом перевели сюда. Правительство эпохи апартеида делало все возможное, чтобы превратить остров Робен в настоящий А для политзаключенных. В ответ узники сделали остров Робен своим университетом. Многие заключенные, попадавшие сюда неграмотными, выходили с университетским образованием. Если это не торжество человеческого духа, то я не знаю что. Патрик, большое спасибо. Спасибо, ребята. Приходите еще, когда будет время. Патрик, я был рад провести с тобой выходные. Свобода. Это последняя трапеза последней серии второго сезона. Мне должно быть грустно, но это не так. Понимаете, я все еще на острове Робен и вижу все в очень редком ракурсе. Мы вместе под названием Альфа-1. Сюда приходили надзиратели, чтобы немного отдохнуть от тюрьмы. Они готовили барбекю, любовались закатом. Мы сделаем то же самое. Однако в то время, как они этим занимались, заключенные были заперты в камерах два на два. Как видите, все справедливо. Мы приведем вас туда, где они готовили брай и приготовим карри с крабами. Это рецепт мамы рожь, и он действительно хорош. Я это уже пробовал. Так и тает во рту, когда ешь. Мы добавим туда немного омаров. Подойди, посмотри. Позади меня вы видите пейзаж, которым любовались надзиратели, готовя брай, традиционное африканское барбекю, пока узники томились в камерах. Думаю, понятно, почему. Вид великолепен. Вы знаете, пусть надзиратели находились на острове, чтобы следить за заключенными, они и сами были здесь заперты. Наверное, так они пытались сделать свою жизнь терпимой. Я расскажу, как приготовить карри по рецепту мамы рожь. Карри с крабами по рецепту моей мамы. Секрет приготовления хорошего карри в использовании разных специй и верных пропорциях. Для начала поставим вот сюда кастрюлю. Сегодня мне надо накормить 20 с лишним человек, так что я буду умножать все на 4. Мама рожь не сказала 3 столовых ложки масла. Она использует подсолнечное, я возьму оливковое, примерно 12 столовых ложек. Немного постоим и нальем. Это важная составляющая карри, так как масло поможет объединить разные вкусы и ароматы. Здесь есть тмин, кардамон, корица, чеснок. Кажется, все. В первую очередь положим палочки корицы. Если готовите на шестерых, надо две палочки. Я возьму восемь. Свежие листья мураи. Я взял примерно 20 штук. 12 звездочек бадьяна. Посмотрите на форму. И 4 луковицы. Если бы вы могли почувствовать этот запах бадьян, карри. Пусть жарится. Чеснок. А затем 16 семян кардамона. Жарим, помешивая, пока лук не станет полупрозрачным. После этого второй этап. Как только лук стал полупрозрачным, добавляем масалу и тмин. Здесь 9 столовых ложек масалы и 6 чайных ложек тмина. Важный момент. Кастрюля не должна быть слишком горячей, иначе все сгорит. 6 чайных ложек масала и 6 чайных ложек кумена. Перемешиваем. И положим томаты. Вы только полюбуйтесь на цвет, который дает карри. Запах. Следующий этап. В Кейптауне для томатов сейчас не сезон. Вообще-то, я бы нарезал и положил сюда 4 очень спелых томата, но у меня их нет. Используем другой вариант. Вынимая плоды из банки, разомните их. Руками. Мы выложим 4 банки очищенных цельных томатов с соусом. Теперь добавим 4 банки томатной пасты. Положим 6 столовых ложек сахара, немного соли по вкусу и половину кинзы, которую я приготовил. Я хочу использовать 4 пучка. Кладем все в кастрюлю. Сначала сахар. Соль по вкусу. Я предпочитаю, чтобы люди досаливали еду сами, и не буду класть много. Только подчеркну вкус. Свежая кинза. Даньяй. В Кейптауне богатые кулинарные традиции. За последние 300 лет мы подверглись влиянию яванской кухни. Кухни Среднего Востока, Африки, Германии, Португалии. И это одно из блюд, где заметны черты многих из них. Хорошо, оставим и пусть готовится. Подождем, пока сверху не выступит жир, а потом выложим крабов и омаров. А я пока выпью стаканчик вина с друзьями. Смотрите, у нас гость. Мы перетаскали вещи из одного ресторана на острове. Даже скорее не ресторана, это кухня под названием Месс, где готовят еду для всех, кто живет на острове Робен. Тандека, которая сейчас прячется, была лучше всех и помогла нам со всем разобраться. Тандека, можно предложить тебе вина? Конечно, мне будет приятно. Гард, ты принесешь? Оно в термоконтейнере, вон там, в тени. Ты, присоединяйся к нам, сейчас мы тебя со всеми познакомим. Пока это варится, я займусь омарами и крабами, чтобы потом выложить их в кастрюлю. Мы подвергли их эвтаназии, то есть прикончили. Как мы это сделали? Положили их в пресную воду. Их можно заморозить. Тогда они не будут издавать всяких странных звуков. Надо будет сходить к воде и сполоснуть их. Сделай, и потом поймешь, зачем. Не знаю, видно ли вам, но на поверхности карьевы, выступило масло. Добавим сливочное масло. Здесь примерно 12 столовых ложек. Свежая кинза. Затем кладем крабов. И хорошо все перемешиваем. До самого дна. Тогда эти ароматы пропитают все, что есть. Закрываем, доводим до кипения, готовим в течение 20 минут. И можно есть. Думаю, сейчас самое время приготовить омаров прямо на огне, как дополнительное блюдо. Закуска, основное блюдо, ордовер. Полюбуйтесь. Все готово. Ничего не добавишь. Ничего не добавилось к ним. Прошло примерно полчаса. Томатный соус упарился. Надеемся, что продукты приготовились. Вот это да. Думаю, сначала это надо попробовать. Вы только полюбуйтесь на это мясо. Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это конец нашего второго сезона. Мне остается только поблагодарить всех ребят на острове Робен и тех, кто занимался съемками этого сериала. Без вас я бы никогда не реализовал свою мечту. Надеюсь, что вдохновил вас реализовывать свои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведущий, ссор-режиссер, автор идеи Джастин Банелло. Продюсер Даррен Паттер. Ссор-режиссер Дэйл Роткин. Убери это из серии. Извините. Никогда бы не подумали, что я всю жизнь работал в ресторанах, да? Нужна помощь, да? Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова